Продолжение следует... 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 Господи, помоемся, да возрадуется душа Твоя, Господи, причину для их спасения, одежды веселья, детя, яко-то не могла сожить, или нет, яко-то не могла спасения, просто что-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Господи, 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 Господи! Господи, we pray! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok ДимаTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан! 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 Поём, идём за нами. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Святые мученицы» 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 Возьмите врата князя ваша, и возьмите все врата вечные, и в ниде царь слабый. Возьмите врата князя ваша, и возьмите все врата вечные, и в ниде царь слабый. Возьмите врата князя ваша, и возьмите все врата вечные, и в ниде царь слабый. Возьмите врата князя ваша, и возьмите все врата вечные, и в ниде царь слабый. Возьмите врата князя ваша, и возьмите все врата вечные, и в ниде царь слабый. Отцу и Сыну и Святому Духу ныне пресной во веки веков. Возьмите врата князя ваша, и в ниде царь слабый. Отцу и Сыну и Святому Духу ныне пресной во веки веков. Отцу и Сыну и Святому Духу ныне пресной во веки веков. Отцу и Сыну и Святому Духу ныне пресной во веки веков. Отцу и Сыну и Святому Духу ныне пресной во веков. Отцу и Сыну и Святому Духу ныне пресной во веков. Что-то здесь по школу вызывает. Это для службы, наверное, отдача. Так, это для людей встать. Друзья, снимайся по мне. Друзья, снимайся по мне. Друзья, снимайся по моему, как ты не думаешь. Друзья, снимайся по моему, как бы ты не был. Субтитры подогнали Симон. 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 Песня. 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 ПЕСНЯ 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 И языцы возлющите руками, воскликните Богу глаз обрадования. Пойте, Бог нашему, пойте, пойте, царь, имен нашему, пойте. Пойте, имен глаз четвертый, кому твоему подобает святыня, Господи, в долготу дни. В долготу твоему подобает святыня, Господи, в долготу дни. Песня. Песня. ПЕСНЯ 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 жена жениха имени марта приятый год дом свой и сестра и беда лица и моя моя я же сердце при ногу иисусову слышишь и слова его марта же молвича в нозе службе ставши же речи господи небрежащий ли я ка сестра моя едино не оставить служить и ордзил моей даме поможет отвечать иисус речей марта марта и чешесей молвича в нозе едино же есть на потребу мария же благую часть из бра я же не обидится от не я выжить обновился я возникши некая жена глаз от народа речи ему ложе на чрево носивший я засаживший сезал от речи им же оба блаженье слышишь и слова божие и хранящие сон и ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 Руку правую, вверху. Хорошо, хорошо. Руку правую, вверху. Соску не давать. На правую руку. Соску не хватит. Давай, ротик. Молодец. Соску не давать. Два спины. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ... ... ... Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Господи, скажи, пусть к самому своему гостю здесь. ПЕСНЯ 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 как мы же память совершаем, и же во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинограда, святого славного, святого апостола, ангриста Иоанна, богослов, так и правильный Бог, Отец, и, как и мои, и все святые, помилуйте, спасет нас, яко благо человека любит. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие всечестные отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю вас с сегодняшней службой, с сегодняшним событием, освящением этого храма во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, Нижнего Храма, здесь в нашем соборном храме апостола Иоанна Богослова, долго к этому событию шли, здесь служащие, здесь молящиеся, и клирики, и прихожане. Наверное, в этом году 25 лет, видите, исполнились закладки этого храма, и уже, я так понимаю, более 20 лет здесь службы совершаются, с 95-го, с 96-го, да, с 95-го года здесь в Нижнем Храме совершается богослужение, и здесь уже мы, конечно, обновили этот храм, долго он ждал этого момента, ну, казалось бы, почему такая была пауза, ну, видимо, нужно было, как говорится, выстояться, как говорится, ценятся иногда и люди с выдержкой, да, и старое вино ценится с выдержкой, вот и храм, наверное, прошел какую-то выдержку, чтобы получить достойное завершение. Ну, конечно, есть тут, наверное, какие-то еще недостатки, но в целом он давно уже мог быть освящен, вот, и сейчас мы какие-то уже последние штрихи здесь выполнили и совершили это че. Ну, казалось бы, скажите, а мы 20 лет в нем молились, была ли разница? Ну, а вот сейчас посмотрим, будет ли разница, надеюсь, что здесь будет легче молиться в освященном храме, и молитва будет быстрее доходить до Господа, потому что вообще это непорядок, что мы служим десятилетиями в неосвященных храмах. Это допускалось в годы гонений как исключение, для этого давали сентиминцы, чтобы можно было где-то в подполье, где-то на столе, где-то на пеньке, в лесу, как наши вот новомученики служили в лагерях, если удавалось им бежать куда-то по разрешению, без разрешения куда-то в лес, они доставали, спрятали антиминцы, зашиты их подкладку, расстилали где-то на пне и совершали молитву, да, в глухом лесу, может, присутствия одного-двух свидетелей. Сейчас, слава Богу, другие времена, поэтому мы имеем возможность и право совершать полный чин великого освящения. В чем разница? Ну, мы вот часто говорим, что освящение человека происходит в таинстве крещения. Каким образом? Есть в любом таинстве видимая сторона, есть невидимая, как говорит у нас учение наше православное. В любом таинстве видимая – это то, что мы видим глазами, то, что совершает священие. В таинстве крещения что мы видим? Священие погружает человека троекратно в воду, призывая Святого Духа. В это время на человека сходит невидимая сила Божия, которую мы называем благодать. Она его освящает, она его исцеляет, воскрешает для вечной жизни. Внутри вселяется дуновение Святого Духа. Вроде вышел из купели, иногда человек вроде не замечает, но, а иногда и замечает, кстати говоря, какое-то, действительно, какое-то, может, легкое такое, или озарение, или просветление, или ощущение какой-то чистоты, может, освящение. Вот так и с храмом, зданием. Здесь молились до нас десятки, сотни людей, священники молились, но полноты такого освящения не было. А что произошло? Вот мы помазывали стены святым. Так же, кстати говоря, как и человек освящается в воде, так вот мы престол омывали водой. Как человек после крещения выходит из купели, его помазывают святым миром. Так мы святой престол помазали святым миром. Кроме того, четыре стены по кругу видели, помазали святым миром. Как человек облачается в белой одежде после крещения, так мы святой престол облачили в новой белой одежде. Вот, то есть такая вот символика как бы совпадает. Еще мы знаем, что алтарь наш является символом и пещерой Рождества, вертепа Господня, и еще в большей степени гроба воскресения, где Господа сначала погребли, а потом и стало там местом воскресения. Сначала это было место скорби, потом стало местом радости. И вот символика и здесь сохраняется. С одной стороны, так же, как вот тело Господа снимали, умощали его различными благовониями, так и мы, поскольку престол это тоже символизирует гроб Господень, мы так же умощали благовониями. Омывали смесью вина с розовой водой, с другими благоухраньями. Там заливался такой воскомастик, тоже сделанный из благовонных сваренный трав и специальных ароматических масел. Вот, как так же плащаницу чисто обвивали тело Господа, так мы и престол обвили чистую плащаницу. Вот, тут и скорбь вспоминалась, когда вы слышали, забивались гвозди кованые, это вспоминалось в пригвождении Господа ко Христу. Здесь такая вот многогранная сложная символика в чине освящения храма. Но главное что? Что мы молились, чтобы сошла сюда благодать Святого Духа. И раньше пребывало, и знаем, что Господь не рукопотворен на храмах, живет, казалось бы, но все-таки Он благословил и Соломона построить храм, и осветил его, и показал видимым образом, славу освящения, когда сошел облако, прямо накрыл всех в момент освящения этот храм. Вот, и второй храм Господь осветил своим пришественным, когда в нем молился. А когда уже Господь отошел на небо, Он благословил строить храм по всей вселенной, Он уже освящает это, не видимо своим присутствием, и священно действиями особыми. Вот это миропомазание, которое мы используем, оно ведь используется только три раза в церкви. Один раз, когда человек крестится, таинство первого миропомазания, живого человечка маленького помазывает миром. Кто детей своих внуков крестил, знаете. Второй раз, это вот когда освящается престол и храм, второй раз всего используют. И третий раз, когда венчали, помазывали на царство царей православных. Все. Ну, сейчас вот этот последний случай уже исключен, более ста лет с миропомазания последнего императора Николая II. Только два раза вообще используется вот это вот освященное миро, которое освящает только патриарх. Один раз в году, в Великой Четверг, перед Пасхой, там в Кремлевском соборе, в Успенском. Вот такие мы сейчас совершили сочинодействия. И я надеюсь, что вы это ощутите. Мы сегодня совершили еще одно таинство рукоположения, посвящение священнике, дьякона Виталия. Почему сегодня? Ну, потому что так, по крайней мере, меня учили архиереи опытные, что таинство рукоположения нужно совершать в освященном храме уже архиерею. Ну, бывают какие-то исключения, так или иначе, особенно в тех годах, когда мало было храма священа. Так или иначе, мы к этому стремимся. Поэтому до этого три года я рукополагал во всех храмах, кроме своего, так сказать, храма здесь, в Волжском. Потому что он не был освящен. Сейчас мы, наконец, осветили нижний храм, и здесь уже можно совершать таинство хератонии, посвящение дьякона, священники. Ну, а потом, я думаю, в ближайшее время подготовим и верхний храм осветим. Вот. Ну, я думаю, что и другие храмы Волжского подтянутся, потому что много храмов осветили по епархии. А в Волжском в этом году только такой почин совершил храм новомученика в исповедниках российских, который осветил не так давно, да, меньше, чем два месяца назад, в сентябре. И вот наш храм второй. Ну, есть у нас ряд храмов, которые готовы к освящению, поэтому, я думаю, что батюшки пригласят, и мы там тоже совершим такой... Он и красивый, и очень важный в духовном смысле чин. Все-таки мы верим, что Господь принимает вот эту нашу молитву, старание, и я думаю, что и молиться, и служить в таком храме будет всем нам легче. Ну, благодарю всех вас за терпение, это долг, если не была служба, такой чин. Ну, и все-таки смотрим, что как-то и богода, и Господь нас благословляет хорошей радостной погодой солнечной. Вот. Я желаю всех вам благ, милости Божьей. Вот. И в этот день последующий. Я думаю, здесь мы неделю как минимум будем служить ежедневно на литургию, как положено в новосвященном храме. Поэтому перейдем пока сюда, да, здесь недельку служим. Вот. Там, может, наверху чем-то позанимаемся пока тоже. Вот. Ну, храни всех Господь. Спасибо. Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владык Иоанн, примите наши искренние поздравления с третьей годовщиной вашей архиерейской хератонии. Уже три года вы молитесь при святом Божьем, в архипатору Саня, отчаду церкви. Святейший Патриархом вам был, было верено попечение пастори Калачевской партии. Для волженого истальгиста пастори, который возложил на свои плечи особое попечение от дичатых православной церкви. В свое архипаторское служение вы даете ориентир и пример посовам. Показывайте, что нужно, по словам апостола, сердцем веровать в праведности, а устами исповедовать ко спасению. Мы знаем вас, как мудрого и чуткого руководителя, всегда готовы выслушать и желающего оси души помочь. Молимся о вас, ваше Пресвященство, и желаем, чтобы заступничеством Царицы Небесной Господь даровал вам сил душевных и телесных мира Израиля. Любое Господи, духовенство и пастор Волгогащине и Калачевской епархии. Поздравляю вас. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, благодарю вас, от всех сердечно. Ну, действительно, сегодня третий год моей хератонии, поэтому я решил ее отметить действительно каким-то событием, в том числе, как сейчас модно говорить, знаковым. Ну, по крайней мере, важным. И совместить совпало, что воскресный день, и хорошо, что мы осветили вот этот храм. По крайней мере, уже здесь можно, для меня это лично важно, что можно волжском совершать и таинство, и кератонии. Благодарю вас. Вот какой-то мы уже этап такой небольшой завершили. Ваше Превосвященство. Поздравляю и от покровского прихода храма в Средний Ахтубе. Желаю вам, в первую очередь, терпения к нашим недугам, но к нашим возможностям нести тот крест, который возложен нам Богом. И вашими молитвами, подкрепляем и наставляем вашим управлением. Будем на дальнейшем стараться. Спасибо. Терпение, оно не бесконечное. Вы и год назад желали мне терпения. И два, и три, понимаете. Вот. Хотелось бы результатов еще раз сказать. Результатов тоже есть. Спасибо. Спасибо, Господи. Ну, всех благ, всех с праздником. Спасибо, Господи. Давайте благодарственное тогда. Слава тебе, Божия. Объявление будет. Как? А много лет? Ну, вообще-то, уже сегодня разглашали. А дядь, не есть у нас, кто знает вам? Ну, давай. Давай. Благодарственное и мирное житие. Здравия и спасения во всем благое поспешение подашь Господи. Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всей Руси. И Господину Высокопреосвященнейшему Герману, Митрополиту Волгоградскому и Камышинскому. И Господину нашему, Преосвященнейшему Иоанну, Епископу Калачевскому и Паласовскому. Со всей Бога спасаемой пастлою, Подашь Господи благодать детственное и мирное житие, Здравия и спасения во всем благое поспешение. И сохрани их на многое лето. Митрополиту Волгоградскому и пастлою, Преоскву Калачевскому и Паласовскому и Паласовскому. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok